МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Во всех православных храмах Беларуси сенья проходят святочные богослужения с нагоды дня народжения Христового. У соборным кафедральным храме Гомель разом с іншими верниками побывали и наши корреспонденты. Призвание допомагать людям в свое свято означали работники социальной обороны. Мороз и солнце в ближайшие дни на дворе у Гомельской области будет саправды зимовым. Морозы протягнуть, узмацняться. А зараза в гэты меньшим больше подробязна. Во всех православных храмах Беларуси сенья проходят святочные богослужения с нагоды дня народжения Христового. У соборных кафедральных храм Гомеля в Сюранницу шли верники. Причым многие – это люди, которые приехали далек до своих близких и полечили обовязковой справой наведать у такое великое свято Божие место. Наш корреспондент Марина Джалая разом с іншими прохожданами так само побывала на литургии. Свято Роства Христова символизует однание человека с Богом, когда житовый ключ на по заповедях Христовых заявляется один и примальным для кожного. Усим верникам этого свято дорыть надею, наполняя их сердце великой радостью и добрыми чеканиями. Это час милосердности, любови и миру. На дворье словами не передать. Больше чудовного для такого великого дня и придумать складана. Невеликий мороз, снег захотеть на солнце. Небо чистое-чистое. И на фоне этой природной пригожости у храм Петра и Паула суцельной плынью идут люди. Молодые пары, дорослые с детьми, из усим старые. Усе православные верники, які при любой занятости на дворье усероны пришли. Але у таких яскраво морозный день исти у храм яще больше радостно. Приходжане за довольнением спиняются побач с нашей видеокамерой и охотно рассказывают об святе роства. И винчуют у всех с этим великим днем. Это радость, это солнце, потому что Христос – это свет у нас. И вот как раз, как только началась служба, за часовня, за крестильной появилось солнце. Это дети, которых он благословляет. Вот ясли, около которых он родился. Вообще здорово все. И весь город здесь. Я вот сколько живу, и помню, всегда праздновали в деревнях, очень любили этот праздник. В гости собирались после этого поста длинного. Люди наедались. Ну, все доброе. Всем доброго здоровья. Все. Счастья в жизни. Главное – здоровья. Всем самое главное – это крепкого здоровья всем. Всех благополучия, всего хорошего. Ходим регулярно, но у вас на службу первый раз, потому что мы не из Гомеля и не из Беларуси, мы из России. Решили посетить такую замечательную службу. Может, пожелаете что-то прихожанам, белорусам и россиянам, всем православным? Всем в целом православным. Желаю, конечно же, здоровья, конечно же, преодоления возможных каких-то неурядиц и каких-то негативных моментов. Чтобы всего было вдоволь, и чтобы все получалось, все сбывалось. Чтобы жизнь была, а только радовала. Скажите, что для вас этот праздник знает? Ну, светлый праздник, который каждый христиан должен к нему относиться с верой, с упованием на голову, и все хорошее. А вы часто в храме? Ну, стараюсь почаще, как получается. Пожелаете что-нибудь православным в этот день? Мира, здоровья, самое главное, и взаимопонимания со всеми людьми в мире. С Рождеством вас! Что для вас этот праздник значит? Для нас это праздник, святой день, как и для всех православных христиан. Поэтому мы посетили собор вот с дочкой, с женой. Святой семейной. Да, поклонились этому празднику, этому дню. Дай Бог всем здоровья, всего самого наилучшего. Что для вас этот праздник значит? Ну, во-первых, это душевное равновесие, которое говорит о том, что если есть баланс душевный, тогда все преграды будут преодолены в первую очередь. Ну, и хочется, знаете, чтобы этот праздник был благосостоянием у всех на душе, больше добра, радости в этой жизни. И берегите свое здоровье. А в соборном кафедральном храме тем часом иде богослужения. Людей нельзя пройти. Усе молятся, усмехаются один одному, альбо своим думкам. У таких день святораства Христового – они светлые, радостные. Люди приходят сюда с надеей и верой. Из года в год количество этих людей, приходящих в храм, не просто потому, что праздничный день выдался, выходной, не просто из какого-то праздного любопытства, но чтобы поучаствовать в этой молитве, чтобы причаститься к тайн тела и крови Христовых, поисповедоваться, покаяться в допущенных грехах. И чтобы, конечно же, принять Спасителя мира в свою жизнь, в свое сердце и воплощать веру в Него в своей жизни, в своих поступках, в своих добрых делах. Роство Христовое после Великого дня – другое по значности православное свято. Яноса правды – объедновое. А тому и слово литургии зрозумело и усим. Примириться с близкими, отмовиться до граховных звычек, хотя бы на некий час позабыться про житёвые клопоты. А еще раз твое – вельми добрый день для того, как подарить свою увагу тем, кто вельми яе чекает. Марина Джала, Евген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Напереда Днеправославного гаражства Христового архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан с добраченным визитом наведал центральную городскую детскую поликлинику в Гомеле. Владыка сустрелся с керавництвом и персоналом установы, повиншовал всех с надыходящим святом. Визит архиепископа тут чекали с нетерпением. Супрацовничество поликлиники с епархией ведется на протягу некольких годов. Сустречу напереда Дні Святого и навод без нагоды стали традицией. Да, на доходящего свято Рожства Христового, Гомельская епархия подарила поликлинице и специнвентар для кабинета реабилитации. Тренажер долгочаканы. Поправлять здоровье наим смогут дети с захворваннями сердечно-сосудистой системы и те, кому для выздоровления необходны нагрузки на мышцы. А кроме того, лику подарунков, спортивный и массажный инвентар. Мы очень благодарны. Это был тот подарок, о котором, конечно же, наше отделение реабилитации очень мечтал. Спасибо большое. Мы надеемся, что он будет задействован на 150%, даже выше, благодарны. И будем с надеждой верить, что и дальнейшее наше сотрудничество будет в таком же ключе. Без уваги не застались и маленькие пациенты, которые подчас визит у шановных гостей находились в поликлинице. Для их были подрихтованы солодкие подарунки. Одным из двух переможцев конкурса «Батюшка года-2018», проведенного на территории краины СНД, стал настоятель Гомельского спаса Преображенского храма протеерей Олег Кострома. Священнослужитель, узначаливая информационный отдел Гомельской епархии. Шлях до Бога почался для Олега Костромы в раннем детинстве. В церкву ходил разом с бабулей. Кажет, что году в восемь он уже проявлял доверенную подробную цикавость. Ему подобалось приходить на богослужение в храм, назирать за этим священнодейством, отшувать саму атмосферу, якая пановала на вокал. В девять году приходил в Божий дом не только на службы, а лейда помогать. Ему доручали розную нескладанную для такого взрослого працу. И все он робил задовольнением и великим гонором. И вось зараза отец Олег навучает таких же, яким сам был неколитых, кто имкнется жить с Богом у сердца. Люблю что-то интересное, новое привносить в церковь, показывать людям. Как, например, мюзикл, автор которого Татьяна Камягина, она с удовольствием с нами поделилась, и мы его поставили. Это достаточно интерактивный был мюзикл. Первый год в Гомеле более четырех тысяч человек посмотрело. Это для меня было удивительно. Я думал, ну вот, сейчас будет показ мюзикла, откроется дверь, придет человек десять, пятнадцать, двадцать. Но когда я вышел в зал и понял, что у нас зал заполнен, шестьсот мест, и четыреста человек еще стоит за дверями, не вошли, я понял, что мы будем его еще и еще показывать, потому что люди ушли, не попавшие в зал. Это, я считаю, самый главный подарок, когда люди хотят увидеть. То есть это востребовано. Сегодня это востребовано. И многие ребята через этот мюзикл пришли, и сегодня они в храме, они трудятся. Именно через мюзикл они открыли дверь в храм. А кроме того, про это иерей Олег вядомы и многими иншими справами. И он инициатор розных велопробегов у темлику волонтерских. А створанную при храме недельную школу наведывают коля 120 детей. Батюшка з'является активным корыстальником социальных сеток, где рассказывая об текавых и важных справах, якея робить гомельская епархия. А акции и мероприемства у святов, что ладится у храма города, безлеч. Акция «Наши дети» протягивается. У областным палацитворчасти детей и молоди пройшла доброчинная елка для навученцев специализованных школ Гомеля, а так само выхованцев Центра коррекционного развития. Проходила свята при патрымце Гомельской областной коллегии адвокатов. На представление запросили 150 хлопчиков и девочинок разом с батьками. Юные артисты палацитворчасти показали гостям новогоднюю каску подарунки из космоса. Ранее супрацовники Гомельской областной коллегии адвокатов на передании новогодних и колядных святов персонально наведывали семьи и детей, яким потребуется особливая увага. Однако хапить визитами у всех не было махчима. Все лето выход знайшелся. В таком формате мы мероприятие проводим впервые, но надеемся, что оно станет доброй традицией. И мы будем продолжать поздравлять детей с наступившим Новым годом, желать им всего самого доброго. В этом году мы решили расширенно устроить праздник, с тем, чтобы вовлечь в него как можно больше ребят. И здесь я хотел бы поблагодарить и Дворец творчества детей и молодежи нашей областной, что они откликнулись на наше предложение. И общими усилиями мы имеем возможность подарить этим ребятам праздник. В Беларуси отзначили День работников социальной обороны. Для краины селетняя свято особливая. Спауняется ровно 100 год с дня утварения в нашей краине системы органов по праце и социальной обороне. На Гомельщине в этой сфере працуют больше, как 5000 человек. И они займаются пытаниями пенсийного сбеспечения, поддержки ветеранов и инвалидов. Об тех, кто обрал профессию, допомагать людям, материал Дмитрия Котова. Алла Мяженникова працуя социальным работникам уже 20 годов. Уведь в этот час она оказывает допомогу одиноко проживающим пенсионерам у агрогородку Поколюбичи. Зараз на ее обслуговании находится 6 человек. Здравствуйте, Еда Ивановна. Здравствуйте. Ну как ваши дела? Как ваше здоровье? Нормально. Нормально. Для Лены Трушкиной головные помощники у боротьбе за динутой – попугай Кеша и кошка Катя. Але ничто не заменять душевную размогу с социальным работником Аллой Мяженниковой, приход якой за все ды радостная падея. Графики наведывания подопешных – Территориальный центр социального обслугования насельництва Гомельского района, складая каждый месяц. За день у середням отримливается наведать трех человек. Усё залежит от задач, які стоять перед социальным работникам. Одним необходно принести продукты альбоми-декаменты, іншим приготовать ежу, ті да помахчы з уборкой у домі. Работала в колхозе бывшем, ну, Ленина, умереж темно-лабораторией, пока она не закрылась. Когда закрыли, стала на биржу труда. Мне предложили сюда идти попробовать поработать социальным работником. Ну, я пришла, попробовала, понравилось ухаживать за пожилыми людьми, помогать им, делать добро. Так и осталось, вот, 20 лет уже и работаю. Дом-интернат Васильевка – место, где знаходящий постоянный альботчасовый притулок пожилые люди и инвалиды. Установа была открыта 13 годов тому. Зараз гэта шматфункциональный комплекс, у яким ўсё зроблено для комфортного проживання. Мне 82 уже, вот, то, что именно мне надо. Спокойно, быт отличный. У дом-интерната Васильевка проживают 140 человек. Больше, как 70 работников социальной установы, что дённо проявляют до их свой клопот и увагу. А житявляется медицинская допомога, денежут гуртки по интересах, проходят концерты. Дарэч и ты, а кто трапил у дом-интернат, не одарваны и от внешнего миру. Выход у интернет дозволяя быть на связи со своими знайомыми, а экскурсии по территории Беларуси познавать новые месцы. Ребята общаются со всем миром. Вот у нас есть парень, у которого сестра живёт в Израиле. Он с ней общается через Вайбер, через одноклассников. Есть ребята, которые ушли из нашего учреждения в дом семейного типа, дом доминика, в Речицу. Вот они тоже по скайпу общаются с ними. То есть, в общем-то, возможностей очень много. И вот их обучают в этом классе, их обучают в работе на компьютере, чтобы пользовались интернетом, могли пользоваться. В регионе зараз денешься 25 центров территориального обслугования насельства, Гомельский городский центр обслугования семьи и детей, а так само 14 домов-интернатов. При этом система социальной обороны постоянно удосконаливается, что год укороняются новые формы работы. Интересная форма работы, которая сейчас прорабатывается, это дома совместного проживания, дома зимовки. Когда люди в период зимний собираются, ну, один, два, вернее, два-три человека собираются в одном доме на период зимы, и проще и оказывать им услуги, и им гораздо интереснее времяпровождение. На Гомельшине у сферы социальной обороны насельства працуют больше за 5 тысяч человек. Это люди не обыяковые до чужой бяды, с жаданием працовать на корысть громадства и робить добро. На Урате и стоя иншая сфера деянности, где милосердность и сподшувание мелеп такую значную роль, як у социальной работе. Основной целью работы социального работника стоит это служение людям. И здесь случайных людей не бывает. Это люди, которые обладают добротой, чувством сострадания, теплотой, и готовы делиться этими чувствами. Я в канун праздника хочу поздравить всех своих коллег, пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи, финансовой стабильности и независимости. Ну и главное – уверенности в завтрашнем дне. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Шесть годов подорожа у одной выставе. Гомельский фотограф Юрий Беруков презентовал авторскую экспозицию «Мама Африка. Свет дикой природы». А матра у фотомастатства запросили у музея фотографии и другу. Улику первых выставок увидела Евгения Кухаронак. За свои 20 годов подорожа он побывал у 63 краинах Европы, Азии, Паудневой Америки и Африки. Гомельчанам другий год Запор шанцуе на свои очи бачить работы Юрия Берукова. Летось он выставлялся у этой же зале с экспозиции «Мама Африка. Племенные традиции». Зараз подошла шарга показать спякотный континент в іншем ракурсе. Я езжу каждые несколько месяцев в разные страны и с каждой поездкой привожу 20-30 тысяч фотографий. И естественно, что потом до следующей поездки я только занимаюсь тем, что перебираю их, сортирую, выбираю лучшее, очень много времени занимает. Поэтому, конечно, всегда самый большой труд – это выбрать фотографию, выбрать лучшее. Плануется, что цикл выстав будет иметь протяг. У фотомастера уже навыть есть задумки на гэдэхонт. Следующая часть, наверное, будет про африканские пейзажи, потому что действительно пейзажи там тоже впечатляют. От пустынь, дзюны пустыни Намиб до вулканов, Великой рифтовой долины, разлома, озер огромных, Танганика, Виктория, Ньяса, на которых я тоже был. Ну а четвертая часть, она будет вообще про жизнь обычных людей. На выставе представлена коляса рака с дымков. Как разповедает автор, есть работы, которые были с правдной удачей, а я наведома с подорожней, чем отважным. Там фотография есть, где одна зебра другую ударяет на фоне фламинго. Конечно, это момент, который нужно было подловить, просто нажать вовремя на кнопку. А есть фотографии, которые были просто большой удачей. Например, первая фотография, где огромный львиный прайд идет по дороге, 18 львов. Ну, на самом деле, я был в Саренгете четыре раза в Танзании. И вот только в четвертую поездку так повезло, чтобы прямо 18 львов вышли на дорогу и прямо шли, потерлися на нашу машину, пошли дальше, потом легли недалеко. В общем, это большая удача. У Юры Аберукова, яке у кожных фотографа, есть фотосдымки, яке засталися только во уластной памяти. Им ее не дорожить, а по кульс подеяться на отримане новых уникальных кадров. Югиня Кухаронак, Югин Макенко, телерадо и компания «Гомель». У притулку для бездомных живел подречицей прописалися два буслы. Ясно, птушенятами, они выпали с гнезда и отримали серьезные травмы. Там у полиотеца вырой не смогли. Господиня приватного притулку подобрала, выходила и дала им новую семью. По соседству с буслами Тяпер десяток котов. Подробязности в наступном сюжете. Замест пералету и курортного отпочинка у Африцы суровые белорусские морозы. Гэтая пара буслов, ясно птушенятами выпала с гнезда. Самец пашкодзе укрыло, якое пришлось ампутовать. Самка позбавилась овока. Неокреплые и пораненные полететь у вырой не смогли. Малых подобрала Светлана Ашека. Тяпер яна их новая семья. Спажатку, каже, не ведала, як доглядать, звернулася до орнитологов. Яны подказали и додали, что с такими травмами, навод после реабилитации, птушки до выраю не долетели. Они совсем детки еще были. Вот они еще не умели летать, а у нас они уже начали пытаться улететь. Вот так у нас есть кот, который ловит мышей и носит аистам. Аисты же едят мышей, но так как мы их ловить не можем, аисты сами тоже не могут, они не видят, то кот им носит мышей и меняет у них на кильку. На них такой товарообмен. Дарыч и сирот гадаванцев, Светлана ящекаля сотни собак и котов. Колисти Жанчина заснавала у этой везцы притулок для пораненых живел. С тех часу допомагая братам нашим меньшим. С надыходом холода Буслам выделила кутоку специальным домику за теплением. По соседстве с ними живут коты. Тут горячая печка и обед по раскладе. Именно у новых же хоров по кульням. Светлана думает звернуться до интернет-корыстальников и пропоновать конкурс на самые оригинальные мянушки. До речи, основная масса буслов для тая, звичайно, в середине Жнюня. Застаются только птушки с позднейших выводков. Альбо те, кто отримал травмы, у тем леку от линии электроперодачи. Згодно со статистикой, 40% тех, кто отправляется в Африку, гинуть. Те, кто застается в Европе, в большинстве случаев выживают даже в холоде. Если птица нормальная, здоровая, то, конечно, она себе найдет корм, хотя он и скудный. Если птица, конечно, обессилена, то при наступлении больших заморозков, то лучше ей как-то помочь. Но, во всяком случае, если птицу отлавливать, то это будет дарить птице стресс. Сейчас есть случай в Минске. Птица осталась на зимовке, но она близко не подпускает. Поэтому орнитологов это радует, что птица близко к себе не подпускает, а с какого-то расстояния. Зъява калибуслы отрываются от згра и застаются зимовать для Беларуси не новое. У Гомельской области летость было зафиксовано 6 таких выпадков. Все лето только один в Рычицком районе. При этом специалисты означают, шансы адаптоваться весной до природного сяродя у таких птушек будет шмат. Бося эта пара чекает весну и практикуется в будовництве уласного гнезда. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, телерадиокампания «Гомель» при подтримце АТН. Мороз и солнце. У ближайшие дни надворы и у Гомельской области будзе саправды зимовым. Морозы протягнуть узмацняться. Так сёння у ночи будзе до 16, завтра у день до 12 ниже за ноль. И переменная воблачность. У наступные двое суток ночная температура будзе опускаться до минус 17-20. Дённая вагаться от 11 до 13 градусов морозу. У пятницу у ночи будзе до 23, у день – до 16. На выходных надвор я стане менш суровым. В субботние ночи у синоптики прогнозують до 13 морозу, а у день температура поветра будзе нулявой. Гэты, а так сама ишые новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvarkomil.by. На гэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова